Нугай не имеет никакого отношения к крымским татарам. На самом деле Нугай — это потомки монголов, которые остались в Крыму. Для того, чтобы разобраться во всём этом, я отправился в Стамбул. Встретился с историком Алимом Максутовым. — Скажи мне, пожалуйста, если мы можем так условно называть внешнюю угрозу, потому что сейчас крымские татары воспринимаются в рамках Крыма, допустим, есть Нугай Карачао-Черкесии, активисты, которые говорят, что вы Нугай, вы не крымские татары, вы неправильно называетесь, вас приписали к чужому этносу, к чужому субэтносу, вы вообще часть Великой Нугайской Орды. Что нам делать с этим вопросом? — Ну, я должен сказать, что, во-первых, нужно обратить внимание на то, что такие заявления, они, в принципе, беспочвенные, да, вот с точки зрения исследователя. Почему? Потому что крымские татары, они не были частью Нугайской Орды, за исключением некоторых отделов, некоторых частей, да, вот крымских Нугаев, которые там позже пришли, да, вот мы знаем, что были переселения внутрь Крыма, там, внутрь полуострова, но это были поздние переселения. Что же касается самих коренных вот крымских Нугаев, которые там есть, да, то это население именно Крыма, которое формировалось там, прямо на территории Крыма, да, и вообще Крым во многих местах, во многих, у многих там Шаджире, там, даже у Нугаев, которые влились в состав Башкир, Крым упоминается как прародина Нугаев, да, вот у Нугаев есть такое понимание, что это вот одно из, одно из, как бы, мест, откуда появились Нугаевы. Колыбель, да. Да, Колыбель. Есть Кубань, есть Крым, и есть определенный там Терек, например, в некоторых источниках упоминается как такое старое кочевье, да, Нугаев. А остальные территории, они, как бы, уже были предметом, можно сказать, ногайской экспансии, да, вот распространения Нугаев, да. И в этом плане, конечно, Крым для нас, для Нугаев, для ногайцев как народа имеет очень большое эмоциональное значение. И в связи с той травмой, которую пережили Нугаев во времена Советского Союза, когда огромную часть Нугаев, там, почти, можно сказать, где-то там 40%, почти 40%, да, их записали в татары искусственно. Из-за этой травмы, вот это происходило в Астрахани, из-за этой травмы они берут вот эту вот ситуацию, которая в Астрахани была, и ее натягивают также и на Астрахань, на Крым. Вот эта вот ситуация, которую в Астрахани, где вот искусственно записывали в татары, они берут и на Крым тоже ее натягивают. Хотя в Крыму мы видели другие, ну, как бы там происходили абсолютно другие процессы, и крымские татары, да, крымские нугаи, точнее, они сами вот именно изнутри вот этот вот шел процесс названия татарами. Вот это шло со стороны крымских ханов еще там с 15-16 веков шло вот это вот, ну, крымские ханы сами писали, что вот мы ханы всех татар, да, Крыма, ну, вот многочисленных татар и так далее в своих ярлыках. И также они свое население назвали татарами, и все приказы, которые вниз спускались, они шли именно по отношению к татарам, да. В этом плане, поэтому, ну, как бы вот это вот название татары, оно не является чужим для крымских нугаев. Оно является чужим для астраханских нугаев, оно является чужим для нугаев Кавказа, но оно не является чужим для крымских нугаев. Ну, может быть, потому что нужно понять, что крымские татары и татары – это абсолютно две разные вещи. Да, мы должны на это пристальное внимание обращать, потому что татары, это казанские татары, которые сегодня называются татарами, в принципе, они приняли вот это имя, татары, изнутри, только во второй половине 19 века, как некоторые исследователи говорят, и опять же, они это сделали по своей воле, но они сделали это довольно поздно и осознанно. Что же касается крымских татар, это было намного раньше, и это вообще исключение для всей постзолотардынской среды, когда народ сам себя называет татарами. То есть можно сказать в какой-то степени, что крымские нугаи, это были первые, кто себя начал называть татарами. То есть крымские татары сами себя называли крымскими татарами? Да, да, этот процесс шел изнутри, да, он был не без противоречий, в Крыму всегда были люди, вот вплоть до Советского Союза, которые говорили, нет, мы не татары, там некоторые исследователи приводят такие вот высказывания, как нет, мы не татары, мы кипчаки, нет, мы не татары, мы нугаи, там и так далее. Но мы видим, что все равно в общем масштабе Крыма вот это вот название, оно проникало. По каким причинам оно проникало, это чуть другой вопрос. Но вот если, ну, то есть признавая вот этот вот факт, вот слова тех людей, тех патриотов, да, которые, нельзя их назвать активистами, наверное, но они патриоты, у которых сердце болит, и они начинают писать крымским нугаям, типа, вы не должны писаться татарами, крымскими татарами, вы нугаи, вы никакие не татары, они допускают ошибку. Ну, они свою боль переносят на, по сути, чужую историю. Да, они, ну, это с какой-то, ну, это как бы делается на эмоциях, да, но от этого страдают, ну, скажем так, предметом нападок становятся их же братья в Крыму, и они становятся предметом этих нападок беспочвенно. И я думаю, что, ну, вот сейчас, последние, наверное, там, года три-четыре, вот этот процесс идет, когда мы, когда, ну, скажем так, нагайская интеллектуальная элита, она пришла уже к пониманию того, что нельзя вот таким образом действовать в отношении, там, крымских татар. Это понимание было и раньше, но массово мы можем сказать, что вот сейчас, вот последние несколько лет, вот такое понимание есть, что крымских нугаев, да, их нельзя вырывать из числа крымских татар. Это ошибка, это историческая ошибка, это, скажем так, вообще научная ошибка будет с точки зрения науки, с точки зрения справедливости и с точки зрения вообще человечности, да. Потому что, ну, говорить человеку, что он не тот, кем он сам себя называет, при том, что это было не искусственно, а естественным путем, да, это является ошибкой. Ну, хорошо. Смотри, но у меня интересует всё-таки такой вопрос. Я не услышал, чтобы на неё ответил. Что делать с новым поколением крымских татар, которые родились уже в Крыму? Допустим, возьмём самый простой пример, мой пример. То есть я условно чистый, если так можно сказать, ногай, но у меня у жены уже весь Крым практически. Без Джанко и Керчи. То есть у нас есть и Гастро, у нас есть Ускуд, у нас есть Харасубазар, у нас есть Хаташасарай. То есть у нас огромный ареал. И получается, что мои дети уже, для того, чтобы понимать вообще, кто они, они уже справедливо могут говорить, что мы крымские татары, без приставки «Ногай» или «Ялыбой» или «Тат». Мы с этим разбирались. Я думаю, что ошибка говорить, что это справедливо. Почему? Потому что вообще, скажем так, родовая принадлежность, родовая принадлежность, субэтническая принадлежность, она очень важна, особенно в степной культуре, кой относится к народ, как народ крымские татары. Конечно, не полностью, но частично и в корне относится, то есть с исторической точки зрения. И все равно вот эта вот этническая родовая принадлежность, она передается через отца. И в этом плане, если бы вот такой вопрос стоял реально, ну, этот вопрос стоит перед крымскими татарами, я понимаю, но если этот вопрос стоял бы реально, то на этот вопрос должны были бы в первую очередь отвечать и другие, ну, «Ногай» из других регионов тоже, да, вот, из Ставропольского края и так далее. У меня, например, очень много тоже там татарской крови, да, у меня есть и крымско-татарская кровь, да, вот у меня прадед, один из прадедов моих, он из Джанкоя, вот, и также у меня бабушка татарка казанская, да, ну, предположительно, она мишарка из Пензенской губернии, из Пензенской области примерно, или там откуда-то оттуда, по крайней мере, по диалекту, по тому, как она разговаривала, я так предполагаю. И одна из прабабушек, она типтярка, она татарка из Башкирии. И вот в таком смысле, у меня и у супруги тоже так, она там, у нее бабушка одна нижегородская мишарка, другая бабушка тоже татарка, и мои дети, они, в принципе, вот если из такой логики исходить, они могут сказать, типа, ну, мы кто, мы татары или «Ногай», а при том, что мы проживаем в Турции, мы, может быть, мы просто турки, как бы, да, это же справедливо, если мы посмотрим на турок, как на большую нацию, то в ней участие приняли и там «Ногай» тоже, и они могут сказать, все, мы не «Ногай», а мы турки просто, потому что там и тюркская кровь оттуда, отсюда, но этот вопрос так не становится, потому что они те, кто их отец, и я тот, кто мой отец, и мой отец тот, кто мой дедушка. Вот, и в этом плане, вот в условиях Крыма, я заметил одну такую вещь, одну такую особенность, что субэтническая принадлежность, она, в общем-то, сохраняется, да, вот, в принципе, каждый знает, кто, ну, из какого он субэтноса, но идет какой-то, ну, как бы ставится всегда вопрос, а надо ли мне это? И я могу, скажем так, только в качестве совета сказать, что крымским татарам это надо, это нужно, сохранить вот это вот разделение, которое, оно не нарушает, оно не, скажем так, влияет на единство нации, да, крымских татар, но оно, вот это вот разделение на субэтносы, оно придает богатство, больше дает богатство культуре и идентификации крымских татар, потому что если крымские татары потеряют вот эту субэтническую идентичность, да, то они легче потеряют и этническую идентичность, А пока они сохраняют субэтническую идентичность, типа я тат, и я крымский татар, или я крымский татарин, или я нугай, и я крымский татарин, они крепче будут стоять на том, что они крымские татары. Потому что им намного сложнее будет потерять вот эту крымско-татарскую идентичность. А что, если я тебе скажу такое мнение, что если мы будем вообще все будем крымскими татарами, не разбивая себя на субэтносы, это разве не будет? Мы не будем крепче себя ощущать? Дело в том, что вот такой вот монолитный, без отличий унифицированный народ, он легче поддается ассимиляции. Потому что у него, как я упомянул, у него меньше обоснования своей идентичности. А крепче стоит на своей идентичности тот народ, который не только знает свой этнос, знает свой субэтнос и знает свою родовую принадлежность еще. И там желательно даже родовой знак. И вот такая вот идентификация, она углубляет, она пускает корни внутрь, что позволяет, скажем так, делать идентичность, идентификацию человека, самую идентификацию, более глубокой, более крепкой. Посмотри, сегодня вот в масштабах России, не знаю, вот крымские татары замечают или нет, народ, который больше всего ассимилируется, который подвержен масштабной ассимиляции, и причем это тюркский народ, и это братский нам народ, это казанские татары. Казанские татары, они, ну, просто, скажем так, огромное количество сегодняшних русских, да, это бывшие казанские татары. Посмотри, там огромное количество фамилий, там, и у каких-то блогеров я вижу, это там Соколовский тот же, Соколовский блогер, известный в России, он татарин, но он поменял свою фамилию, взял себе фамилию Соколовский, он там стал, там, атеистом и так далее, опять же, что касается религиозной идентификации, он ее утратил. Мы видим, ну, несколько случаев было, когда там скинхеды напали на африканцев в, там, Казани, а оказывалось, что это русские националисты по происхождению татары, понимаешь? Вот, и это происходит внутри Татарстана, да, вот такие явления, они есть внутри Татарстана. Почему такое происходит? Потому что, к сожалению, у казанских татар, у них вот эта вот прочность идентичности, она слабая. Почему? Потому что у них нет вот этого родового выделения, субэтнического выделения, да, вот у них есть, у них есть, ну, у них вот этот национальный проект, он направлен на унификацию. Если ты татарин, то ты будешь танцевать вот эти танцы, будешь одевать вот эти костюмы, и будешь говорить вот на этом языке. И это вот, вот несколько вот таких маркеров у них расставляются, они думали, что это приведет к единству, а это привело к стачиванию вот этой идентичности и ее уменьшению, утончению, что легче сломается. Ну, логика понятна. Но смотри, я еще сталкиваюсь с таким явлением, что, к примеру, знакомая моя девушка, да, ну, не девушка в смысле, знакомая моя девушка, она говорит, что у меня есть грузовская кровь, у меня есть алушевская кровь, у меня есть гастро, ну, вот почему-то мне грузовская больше нравится. Или, допустим, другой случай, да, что есть Харасубазар, есть Кефе, ну, там, есть, или Кезлев, ну, Евпатория, и, к примеру, есть Ялта. И девушка говорит, ну, вот я себя больше ялтицкая ощущаю, вот ты к этому, как вот к этому относиться? Смотри, вот интересный вопрос, на самом деле, это очень такой, ну, я о нем часто задумывался. Например, есть определенный человек, да, у него идентичный, например, там, у него отец Ногай, мать татарка, но при этом он всю жизнь прожил в Казани, вырос в Казани, и он не ощущает себя Ногайом. Вот у него нет этого. Может ли он быть татарином, да? Если он вообще не ощущает себя Ногаем, и он полностью, как бы, вовлечен в эту татарскую этническую культуру, в принципе, это же, ну, он вправе это делать, да? Это выбор. Да, это его выбор. Но при этом, с другой стороны, мы же знаем, что, например, вот, ну, даже по исламу, по, там, и по культуре людей, да, себя причислять к какому-то другому народу, к которому ты вообще не относишься, к которому ты не относишься, это является, ну, во-первых, неправильным, во-вторых, это является грехом, вот, и как в этом быть, короче, вот это вот, ну, скажем, вот эти качели, да? То есть здесь надо смотреть, кем себя человек ощущает, во-первых, во-вторых, какая у него есть кровь, то есть есть ли у него мотив стать тем или иным, короче. То есть в пределах крымских татар это вообще очень легко. Мы говорим о разных народах, а у крымских татар мы говорим о разных суббитностях. Например, у нас человек, если он поедет, например, вот потомки одного известного нагайского просветителя, да, Абдулхамида Джаневекова, он вообще харагаш ногай из Астрахани, астраханский ногай, он переехал сначала к нам в Аджикулак, ну, в Ставропольский край, потом он переехал еще на Кубань, и на Кубани остался, у него дети там, ну, как бы выросли, и его внуки, и правнуки уже там, и праправнуки, и сегодня говорить о них, как об астраханских ногаев, на ногаев не приходится, они кубанские ногаи, да, у них, они выросли там, они уже впитали эту культуру и так далее. Но помнят ли они астраханские свои корни? Они помнят, они туда приезжают и так далее, но при этом они уже культурно, ну, скажем так, вот эти культурные особенности, диалект и так далее, у них все это кубанское. Ну, получается, что для астраханских НУГАЭФ они же потерянные? Ну, я бы не сказал так. Для астраханских НУГАЭФ они являются связующим звеном между астраханскими НУГАЭМи и кубанскими НУГАЭМи. Они могут кубанским, например, при встрече сказать, а вот у вас же есть Джанибековая семья. Они скажут, да, ну они же корнями наши, видишь, они там у вас живут, а они вообще там астраханские и так далее. Ты говоришь сейчас более глобально, то есть ты говоришь, берешь Астрахань, Кубань. А что делают тут нам в маленьком Крыму? То есть получается, что мы даем человеку право выбирать. Да, если у него родственная, да, если у него, например, мать, допустим, если, ну, если, например, вот НУГАЭ, да, у него отец НУГАЭ, а мать она ялтинская, и он сам родился, вырос в Ялте, и он полностью пропитан этой культурой, этой, скажем так, средой и так далее, и он не ощущает себя вообще. Бывают такие случаи, бывают такие случаи, когда он родился там в Ялте, вырос, все, он во всем этом варился, и он чувствовал всегда вот внутри что-то не то. Приезжает в степь, он никогда в степи не был. Приезжает в степь, и он понимает, вот это же мое, вот это же я, ну, почему-то всегда я думал, что вот это, ну, короче, почему-то всегда я думал, что там что-то не так, а сюда приехав, я понял, что вот это вот мое. Бывают такие случаи, действительно, я не в масштабах Крыма даже говорю, я даже говорю про вот наших НУГАЭ, да, когда там НУГАЭ где-то живет, и он говорит там, ну, например, живет среди казахов, допустим, да, как народы, и он говорит, ну, вроде родственный народ, он там родился, вырос там, и он говорит, ну, вроде родственный народ, но я всегда чувствовал, что что-то не то. Я приезжаю там в Астрахань, или на Кубань приезжаю, или в Старопольский край, к НУГАЭм, и я вижу, вот же наше. Почему-то я изнутри чувствовал, что это наше. Там музыку услышал, она прям как будто ее всю жизнь слышал, короче. Такое бывает, это, ну, я не знаю, как это объяснить, я думаю, что с генами передается это. А бывает, что человек полностью, ну, как бы теряет вот эту вот, вот эту связь внутреннюю теряет. И если у него там мать, ялобойка, допустим, да, вот из Ялты, и он полностью этим пропитан, тем более бывает, что человек потерял отца рано, да, то, в принципе, ему нет ничего зазорного, даже если он отца не потерял, в принципе, да, нет ничего зазорного сказать, типа, да, у меня корни нугайские, но я ялобойка, короче. То есть, в принципе, здесь нужно, ну, лояльно, да, к этому вопросу? Конечно, есть правило, ну, мы как мусульмане, мы должны смотреть на религию тоже. Есть, например, такой хадис, да, где там пророк Мухаммад, саллилалу алисалям, говорит об этом, да, вот он позвал, он Омару и Бенхаттабу приказал позвать своих людей, то есть курейшитов своего племени. Когда Омару и Бенхаттаб позвал их, они пришли, и он спросил, типа, ты наших позвал? Он сказал, да, но здесь есть там наши затья, наши освобожденные рабы, там, наши племянники, короче. И он сказал, да, это все наши. Он признал их за своих закурейшитов. И в этом плане мы видим, что есть определенная гибкость, хотя в другом хадисе он говорит, что пусть тот, кто причисляет, назовет своим отцом того, кто его отцом не является, и тот, кто себя причисляет к другому народу, к которому он не относится, пускай приготовится занять свое место в огне, то есть до такой степени. То есть где вот это вот и где вот это? То есть мы видим, что есть определенная гибкость, есть определенное пространство, да, вот в этом плане. Ну, получается, что, опять же, ты говоришь про поколение, которое перейдется по отцу. Да. Ну, если вы вот сегодняшнего поколения, смотри, становится вопрос, ну, типа, вот, ну, у меня нет внутри вот этого Нугайского, я понимаю, что я Нугай, но я уже вот эту вот общую минстримную крымскую татарскую культуру взял, и, как бы, я не хочу, ну, я не знаю вот этого Нугайского именно, особенностей не знаю, да, то, в принципе, это можно же изучить. В этом, ну, скажем так, человек, который как бы хочет, у которого родилось вот такое желание изучить какие-то Нугайские, да, особенности, там, Нугайский диалект, Нугайские какие-то, там, чины, там, и так далее, да, вот эти вот какие-то особенности культуры, там, то, в принципе, он это может сделать, да, вот в этом плане, как бы, ну, нет никаких преград, тем более сегодня интернет, все в интернете есть, а если же человек не хочет это делать, да, ну, это проблема, я считаю, потому что, если, ну, крымско-татарский народ потеряет вот это вот субэтническую, субэтнические особенности, он обеднеет, оскуднеет культурно и оскуднеет исторически тоже, то есть потеряв вот это вот, выровняв, есть просто крымские татары, и они просто крымские татары, короче. Это народ сразу же беднее, чем, вот есть крымские татары, они состоят из Нугаев, Татов и Ялубайлу, у них вот, у Ялубайлу такие вот особенности, у них в диалекте такие особенности, у Татов такие особенности, у Нугаев такие особенности, сразу рождается интерес, сразу рождается богатство. Мы видим, что крымско-татарская культура, она многогранна и так далее. Мы сами с этим сталкивались, у нас, у Нугаев, да, вот, имеется в виду, как у отдельного народа, был такой вопрос, ну, было такое направление на унификацию какую-то, да, это было в советские годы, унификация языка, унификация культуры, были какие-то попытки, да, этого сделать. И мы столкнулись с тем, что, например, вот в Астрахани юртовские Нугаи, да, в виде этого, которые были записаны татарами, в виде этого они не захотели принимать ногайскую идентичность, они остались в татарской идентичности на какое-то время. А когда мы сказали, что на самом-то деле правильнее будет сохранить все эти особенности, там, Харагаш Нугаев, Кубанских Нугаев, там, Ачуглахских Нугаев в Ставропольском крае, которые, Хара Нугаев в Дагестане, да, вот, этих бабы-юртовских Нугаев, как их сейчас называют, это, аксайские, косыхские Нугаи, мы должны сохранить все их особенности, и их особенности имеют право на жизнь, и мы обязаны даже их сохранить, то, например, те же юртовские Нугаи, которые раньше татарами писали, сейчас они начали процесс возвращения своей ногайской идентичности, сохранение своего языка, то, чего татарский проект им не дал. Почему они выбрали это? Потому что татарский проект им не давал этого, и ногайский проект раньше не давал, но сейчас дает, и они говорят, нет, мы все, мы сюда, короче, чтобы сохранить свое. Смотри, если сейчас, просто понимаешь, я думаю, что вот моих соотечественников, да, вот мой народ, который живет в Крыму, их немножко пугает эта тема, когда мы серьезно говорим о отличиях, что вот эти Нугаи, это татар, это Илобовский. Как нам вот на бытовом уровне померить эту идею? То есть, понимаешь, мне кажется, что подсознательно каждый хочет себя ощущать основой народа, да, что есть основа, а вы там, допустим, да, вы субэтнос, но вы такой субэтнос, да, там, ну, просто как бы запасное колесо, ну, примерно, да, потому что люди разные бывают. И вот в этом плане нужна какая-то четкая позиция. То есть, если, допустим, ты говоришь, что Нугаи это был доминантным таким вариантом, да, там, скажем, решающим вариантом формирования крымско-татарского народа, но это же может не понравиться условному Елобойскому, крымскому татаринку, скажешь, ну, подождите, а мы к чё? Ну, нет, на этом же играют все, вот, знаете, вот момента, как вот здесь вот разобраться? Ну, мы должны же посмотреть, скажем так, на историю, как что складывалось, когда, когда, как образовывался крымско-татарский народ, да, вот, мы должны на это посмотреть, ну, во-первых, то, что, например, там, степной компонент играл решающую роль в крымском ханстве, да, те же, там, Ширины, Барыны, Аргыны и так далее. Не, не только, даже вот Карачаби, да, вот, которые там были, вот, Ширины, Барыны, Аргыны, Кипчаки, потом, да, потом Мангыты пришли, диван вот этот, из кого он состоял? Он состоял там, ну, я, ну, я это говорю не для того, чтобы принять татский субэтнос или же Елобойский субэтнос, да, но, как сказать, есть определенные факты, да, определенные факты. Я не думаю, что они, они должны обижать, там, Елобойцев, Татов, к ним же, это, ну, это же не говорит о том, что, типа, вы, там, сбоку припеклись, короче, такого они, да. Мы, мы говорим, что есть три субэтноса, которые равны между собой, которые являются составляющими, да, вот, между собой, но при этом, если мы смотрим в историю, то мы видим, там, вот, крымское ханство, это степное государство, по сути дела, да, там степные законы, там степное устройство, степное, это в широком смысле, да, вот степное устройство и степные, там, степное, скажем так, степная кочевая культура, она была и в Крыму, и в Башкирии, и в Ногайской Орде, там, и, там, в условном сибирском ханстве, да, вот, в Сибири, это где, представляешь, вот, и везде, в принципе, общие правила какие-то действовали и так далее. У каждого, конечно, региона были свои особенности, но в каждом этом, в каждом этом государстве доминантой была вот эта степная культура. Если мы говорим о крымском ханстве, в принципе, я думаю, что, ну, я лыбую, ни один, я лыбуюсь, ни один тат, этого отрицать не будет, но это факт. Поэтому этот факт, он не должен кого-то оскорблять. Этот факт должен быть, скажем, тем фактом, который, ну, в принципе, будут знать все. Вот и все, короче. И на этом спекулировать, я думаю, что будет ошибкой. У нас тоже, вот, чтобы ты понимал, вот, если мы будем смотреть, ну, сравнивать, вот, крымских татар и Нугаев, да, вот, как отдельный народ, есть очень много таких общих интересных таких моментов. Он, у Нугаев, как народа, среди субэтносов тоже есть споры постоянные. Типа, я тебе могу сказать, что каждый субэтнос Нугаев, он считает себя более чистым, более истинным, более, скажем так, основным таким вот ядром, короче. Там, столицей какой-то, да, центром. Это есть. И я думаю, что это культура наша, да, вот, которая есть и в Крыму, и на Кавказе, и в Поволжье, короче. Вот, среди Нугаев, среди крымских татар, это есть. Ну, вот, что я вижу в последнее время, да, вот, когда мы пришли к тому, что каждый субэтнос вправе сохранять свои особенности, и каждый субэтнос вправе сохранять какие-то, ну, изучать какие-то свои моменты, да, вот этот вопрос, он стал нивелироваться потихоньку, он стал уходить. Да, он в бытовом уровне где-то глубоко там на кухне есть, да. То есть у нас, получается, ключ вот к этой штуке у нас просто в образовании идет, да? Да, да, как раз-таки вот в таких стереотипах. Что я, ну, какие проблемы я видел вот у крымских татар, вот, в связи с тем, что ты говоришь, со стороны. Я должен сразу, ну, как бы, мы как-то вначале это не затронули, для меня крымский татар, крымско-татарский народ, он не является чужим, потому что, вот, как я сказал, у меня корни, часть корней, оно как раз из Крыма, и я, в принципе, так, достаточно глубоко слежу, как бы, за ситуацией, которая в Крыму, между субэтносами общаюсь, и с Нугаями, и с Татами, и с Ялубойлю, и я всегда, когда, ну, ногайские активисты, ногайское национальное движение какие-то проекты делает, и там приглашает кого-то, ну, хочет пригласить кого-то из Крыма, я всегда говорю, что мы должны приглашать не только Нугаев, что мы, наши, ну, нашими братьями являются и Таты, и Ялубойлю. Я заметил, что вот у крымских татар есть определенные подозрения друг к другу, да, и определенные опасения раскола. Я считаю, что это, наверное, отчасти проблем, ну, как бы, отчасти это отголоски вот этой трагедии с депортацией, да, когда народ практически чуть ли не уничтожили, да, но который сумел найти в себе силы, и который сохранился, и который вернулся даже на родину, вопреки всем препятствиям. С другой стороны, это результаты вот той неразумной, вот той неразумной, вот, скажем так, полемики, которую породили ногайские патриоты некоторые, да, которые везде пишут, что вот, крымские Нугаи должны отделиться и так далее. И это породило определенные, там, подозрения в сторону Нугаев. Я, например, видел такую фразу, что якобы кипу, это такое сепаратистское лобби Нугаев для их последующего отделения, да. И это писали, ну, естественно, не Нугаи, как бы, да, вот, я не знаю, Таты, Ялубойлюлю. Ну, я должен сказать, что, ну, одной из целей вот ногайского актива, ну, актива сегодня, да, является нивелирование вот этих вот подозрений тоже. Потому что мы должны показать, мы должны сделать так, чтобы эти подозрения исчезли, да, убрать из-под этих подозрений почву. Подозрения, почву этих подозрений исключительно заявление некоторых вот ногайских патриотов, не крымских Нугаев, а вот наших Нугаев, которые говорят, что якобы Нугаи, крымские Нугаи должны отделиться от крымских татар. Ну, это, как я уже объяснил, это глупо.